Меня зовут Константин Косинский, я являюсь MVP по SQL серверу 2007 года, а сейчас работаю в компании Fryman Group в качестве разработчик. Я занимаюсь, собственно, всем, чем связано с базами данных. Ключевая задача — это поисковые механизмы. Мы работаем на Legal Industry, и как результат нам важно искать совпадения и конфликты в огромных объемах данных с учетом ошибок и так далее. Все это мы делаем внутри SQL сервера, и сейчас мигрируем в SQL Azure, то есть много работы с данными, с поисковыми алгоритмами и так далее. Ну, вот, собственно, самая большая проблема, которая вообще есть в поиске, это то, что пользователи хотят получить данные максимально быстро и при этом постоянно ошибаются в тексте, который они вводят и так далее. Поэтому приходится строить свои какие-то полнотекстовые алгоритмы. И на самом деле большинство инструментов, которые здесь есть на рынке, они не оптимизированы для этой задачи. Они требуют очень много ресурсов, потому что считают, просто сравнивают строчку оба и строчка. А мне нужно работать за миллисекунды на сотнях миллионов записей, поэтому изобретение алгоритмов и механизмов индексации – это самая большая часть моей работы и самая большая сложность моей работы. Я рассказываю о SQL Azure. SQL Azure – это тот же самый SQL сервер, только работающий в облаке. Все со всеми теми же плюсами, которые есть у SQL сервера, но плюс с поддержкой очень высокой доступности. У вас есть три копии данных. В результате практически невозможно убить ваши данные вообще. С обеспечением масштабирования вовне вам не нужно покупать локальный сервер и даже с 16 процессорами и терабайтами дискового пространства вы можете это обеспечить в SQL Azure, просто разрезав вашу базу данных на небольшие секции, оперируя с каждой из них отдельно. Я рассказываю об этом, и компания, в которой я работаю, мы прямо сейчас начинаем его эксплуатацию, и интересно говорить о том, что ты используешь в реальности. Две вещи. С одной стороны, вы можете перейти в Azure, практически ничего не сделав, выполнив какие-то маленькие формальности. С другой стороны, для того, чтобы получить максимальную эффективность, максимальную производительность, минимальную стоимость, нужно научиться думать в распределенном варианте, в том, что ваше приложение будет использовать тысячи, миллионы клиентов, и что нужно строить приложение с учетом этой специфики. Недавно меня спросили, какие качества должны быть у хорошего разработчика. И я здесь сформулись в чьем образом. Первое – умение видеть картину вообще. И посещение подобных мероприятий, изучение новых путешествий, позволяет видеть картину вообще, не зажиматься в узком мерке. Вторая способность, возможность – это внимание к деталям. То есть, когда вы что-то разрабатываете, вы должны учесть каждую деталь и довести ваш код до совершенства. А третья, самая главная особенность – это умение переключаться между первыми двумя, чтобы знать, когда видеть картину в общем, а когда потратить время и сделать с этим решение совершенно. Здесь вопрос о том, является ли разработка приложений для этих компаний бизнесом, либо компании просто потребляют. Если для этих компаний разработка приложений является бизнесом, то облако – это технология, которая доступна, лучший механизм сейчас перевести их в ваше приложение из продаем коробки в предоставляем сервисы. Это позволит более быстро развиваться, предоставлять больше возможностей и в то же время снимет кучу задач по инфраструктуре. Если это компании, которые просто потребляют ресурсы, то первое – при наличии облачных решений от компании первого типа вы можете попробовать технологию, либо вообще уйти в облака и минимизировать затраты на локальное разворачивание, локальную поддержку, на решение проблем с резервным копированием и кучей таких вещей. И существенно сэкономить в деньгах, потому что один сервер стоит существенно дороже, если он покупается один по сравнению с покупкой сотен и десятков тысяч серверов, как это делает Microsoft. Это интересно. С одной стороны, понятно, что у семьи есть о чем говорить вне технологии, но когда моя жена умеет, понимает, чем я занимаюсь, у нас есть больше точек соприкосновения, и это интересно. Моя жена занимается разработкой дизайнов, и иногда взгляд дизайнера на программистские проблемы позволяет полностью перевернуть и убрать проблемы вообще, подойти по-другому и решить ее просто вот так. Субтитры создавал DimaTorzok